Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросами идеологии. На прошлом занятии мы начали разбирать вопрос предопределения. Дали им определение, сказали, что в арабском языке, на котором был ниспослан Священный Коран, ниспослан на последнее Божественное Откровение, на арабском языке это слово звучит «када» и «кадар». И дали определение этим двум словам и дали пояснение всему словосочетанию. И подчеркнули, что «кадар» это определение пределов, определение мерой всего, пределов всего, как в качестве, так и в количестве, всего без исключения. А «када» это неотвратимость осуществления этой меры. То есть, та мера, которая определена заранее, как в качестве, так и в количестве, эта мера непременно произойдет. Это называется «када», то есть, одним словом, предопределение. И мы подчеркнули, что это является одним из исламских убеждений, убеждений Священного Корана, одним из учений Священного Корана и Ислама. Что все, что происходит, что весь процесс бытии, весь процесс в человеческом обществе является чем-то заранее запланированным, является единым, неотрывным, неслучайным процессом. Единственным архитектором всего этого, единственным инженером, единственным планировщиком всего этого является он, единый Бог. И мы также упомянули о том, что это явление делится на две категории. Это научная категория, то есть, мы говорили об этом и приводили аят из Священного Корана, что Бог знает меру всего, знает, в какой мере, сколько, где, когда, что произойдет, что возникнет или исчезнет. То есть, знает все наперед. И более того, знает, как, где, в какой мере должно быть. И более того, знает, что это непременно произойдет, что это неизбежно. Это один из видов «када» и «кадар», о котором мы говорили ранее. Но есть и второй вид «када» и «кадар». Это экзистенциональное предопределение, экзистенциональная категория «када» и «кадар». Что это значит? Мы ранее обсуждали единство Бога в Созидательстве. Этот вопрос и эта категория, обсуждаемая нами сейчас, имеет прямое отношение к единому Божию в Созидательстве. Эта категория «када» и «кадар» означает, что все, что происходит, здесь уже речь не идет о знании Бога, речь идет о реальной действительности, о том, что реально во внешней действительности происходит. Все, что происходит, все, что происходит вокруг нас, во Вселенной, в бытии, в мире ангелов, в мире джиннов и так далее, во всем бытии, во всем существовании, все, что происходит, происходит по плану Бога. Происходит по воле Бога, именно по Его единому плану. Он воплощает свой план, Он воплощает свое планирование, свою инженерию в бытии, в том числе и в человеческом обществе. И это воплощение неотвратимо, невозможно избежать, невозможно отвратить это предопределение. Оно непременно произойдет. Таким образом, мы имеем два вида. Два вида «када» и «кадар» — это научная и экзистенциональная. Научная — это категория, имеющая отношение исключительно к знанию Бога, о том, что произойдет, что должно произойти, и о том, что это неотвратимо произойдет. А экзистенциональная — это уже само явление, само бытие, сами процессы, само развитие человеческого общества и так далее. То есть, все это является делом рук Бога. по его изначальному плану. Конечно, эти два вида «када» и «кадар» очень тесно взаимосвязаны между собой. Они неотделимы друг от друга в реальной действительности, потому что запланировав что-либо, Бог воплощает это в жизнь и делает воплощение этого неотвратимым. Он не только знает о том, что это неотвратимо, но и на самом деле делает это неотвратимым. По его воле это становится неотвратимым. То есть, эти две категории, эти два вида «када» и «кадар» очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Но для того, чтобы было яснее, для того, чтобы было удобнее изучать этот вопрос, мы разделили его на две категории, на два вида. Что касается экзистенционального предопределения, то в Священном Коране об этом также сказано. Мы ранее приводили аяты Священного Корана, в которых говорилось о научном предопределении, о научном «када» и «кадар». Теперь приведем аяты, в которых говорится об экзистенциональном предопределении. Например, в одном из аятов Священного Корана сказано следующее «Ва-ин-мин-шей-ин-ил-ла-ин-да-хаза-ину-х, ва-ман-у-наззил-ху-ил-ла-би-гадар-ин-ма-алум». Нету ничего, абсолютно ничего, что не брало свое начало у нас. Нет ничего, что бы не брало свое начало у нас. То есть все, без исключения знания, жизнь, существование, все благополучие, несчастье, даже радость ваша, даже печаль ваша, все, абсолютно все, имеет начало и источник у нас. То есть источником всего являемся только мы. Только в наших руках находится источник всего. И далее в аяте сказано «И не ниспосылаем мы благо, добро, кроме как в определенной мере». То есть ниспосылается все знание, хотите вы получить знание, источник знаний у Бога. И только у Бога. Хотите получить еще какие-либо блага, хотите получить счастье, хотите получить спокойствие и так далее, и тому подобное. Все, без исключения, что бы вы только не могли вообразить себе. Все это имеет источником своим Бога. То есть источником всего этого является Бог. Именно в его руках находится корень всех этих явлений. Всего, абсолютно без исключения. А Бог ниспосылает все эти блага своим творениям в определенной, предопределенной заранее мере. То есть определенность меры и неспосылание этих вещей в этой определенной мере. Здесь, говоря о том, что мы не спосылаем, не изводим все это в определенной мере, указывает на экзистанциональное предопределение, на экзистанциональную категорию «када» и «кадар». Или же в другом аяте Священного Корана сказано следующее. Здесь в этом аяте говорится о пророке Сулеймане, алейхиссалату ассалам. Говорится, когда мы установили неотвратимость смерти для него. Если в предыдущем аяте говорилось о «кадар», то есть об определении, экзистанциональном определении меры всего, то в этом аяте говорится об экзистанциональном предопределении неотвратимости всего, в частности, как сказано в Священном Коране, смерти. То есть смерть находится в руках. Он является мумид, тем, кто умертвляет. Он является мухид, тем, кто оживляет. Все это находится в его руках. И неотвратимость этого, неотвратимость смерти также в его руках. Он устанавливает срок и делает этот срок неотвратимым. Срок смерти. Срок, когда человек покидает этот мир. Делает его неотвратимым, эту смерть. И также имеются другие аяты. Например, в одном из аятов Священного Корана сказано «Валлах юкадиру лейля ваннахар» Он определяет Бог, определяет меру дня и ночи. То есть длина, продолжительность для дня и ночи в руках Бога. И это неотвратимо предопределено. Не только продолжительность, но и благодать дня и ночи. Благодать, которой может воспользоваться тот или иной человек. Все это находится в руках Бога. Все без исключения. На предопределениях и кадр указываются также и в преданиях. В преданиях от непорочного семейства пророка Мухаммада в частности. Например, в одном из преданий его светлость имам Рида восьмой наместник его светлости пророка Мухаммада из двенадцати так как мы прекрасно знаем, что наместников его светлости двенадцать. И он сам об этом говорил. Говорил о том, что после меня будет двенадцать правителей, двенадцать халифов, двенадцать наместников. И до сих пор, пока они будут, ислам будет могущественным. Итак, его светлость имам Рида восьмой наместник посланник Аллаха сказал следующее. Когда его спросили Акада и Кадар, его светлость изволила сказать Хияльхандасату рада ульхудуды минальбака и вальфена. Это есть планирование, это есть инженерия и установление пределов, установление границ. Границ чего? Границ существования, границ исчезновения. То есть, все, что существует, существует ровно в тех пределах, в тех мерах, которые установлены Богом. это не только длина, например, человеческой жизни, но и благодать человеческой жизни также находится в руках Бога, потому что человек может прожить 500 лет, но прожить ее абсолютно бесполезно, абсолютно неплодотворно. Ну а другие люди, мы видим, что живут намного меньше, живут 40 лет, 50 лет и живут намного плодотворнее, чем те, которые проживают чуть ли не сотни лет. Имеются даже примеры того, как очень молодые люди в своем очень юном возрасте могут обрести и достичь успехов, которые недоступны были людям вплоть до старости, вплоть до самой смерти. Поэтому, когда мы говорим о том, что установление пределов, установление меры, то мы не только говорим о каких-то ощутимых вещах, но порой и вещах, которые просто так невозможно ощутить. Итак, когда и кадр его светлость имамрида говорит, это планирование, инженерия и установление пределов, установление меры. Вал-кадау до этого его светлость говорила о кадре, то есть определении меры. И теперь его светлость говорит о када. Что такое када? Это установление, это неотвратимость исполнения этого плана, воплощения этого плана в жизнь. Таким образом, мы видим, что как в преданиях, так и в аятах священного Корана имеется указание на этот вопрос, на вопрос о предопределении, на вопрос о када и кадре. На этом время наше подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассалам алейкум ва рахматуллах и ва баракату. Спасибо.